Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас всех видеть в полном здравии. Вчера мы подняли вопрос, что у одной семьи они очень и очень обожали домашнего животного. У них собака попала под машину, и они хотят открыть училище Торы, синагогу, и назвать имя этого домашнего животного. Мы вчера обсуждали этот вопрос, можно или нет. И еще один вопрос, после этого мы поменяем тему. У нас есть закон, что если у человека есть несчастье, у него кто-то умер, или он услышал плохую новость, он должен сказать благословение. Благословен ты Бог, Владыка Вселенной, что ты справедливый судья. Когда умирает человек, это то, что мы говорим. Не дай Бог, конечно. А теперь это семья, у которой они очень и очень обожали эту собаку. Иногда собака спасает человека от смерти, он ей очень признателен. Эта семья, у которой собака попала под машину, они обращаются к мудрецы и говорят, нам очень и очень больно, что наша собака, она сдохла, она очень была нам преданной, мы ее очень любили. Можем ли мы сказать благословение Даян Хаэмет или нет? Напоминает мне то, что произошло в Израиле. В Израиле у одного человека собака получила большие ожоги. Она получила большие ожоги. Или горячий пирог на нее вылился, или там печка горела, и она обожлась. Хотя в Израиле печки нет такой, который у нас, да, private house, который у людей есть. И эта собака, она получила большие ожоги. И люди, которые летят, собака, они говорят, мы не знаем, мы постараемся ее спасти. Потом один говорит человек, ему есть один рабай, его зовут рабай Стайплер, рабаяков Каневский. Вот туда иди, он скажет благословение, что твоя собака не умерла. Поверьте или нет, он на самом деле поехал, и там очень большая очередь, у всех людей большие проблемы. Нету времени, и он, его очередь дошла. И он, когда вы стоите, чтобы взять благословение рабая, он не хочет слушать могилят Эстер, с того дня, как вы родились, с чего у вас стало сегодня. В двух словах, что вы хотите. Кто-то болеет, или партнер, он вас обманывает. Он, короче, он хочет в двух словах, и много раз это надо написать на бумаге. Он говорит рабай, почитайте Рафуашлемо моей собаке, и он написал имя этой собаке. А рабай ошеломлен, не знает, что делать. Здесь много людей болеют, евреев, которых надо, за них молиться, а он хочет, чтобы помолили за кого? За собаку. Что рабай должен сделать? Вот этот человек, он от Торы очень отдален. На него будет кричать, еще хуже он обидится, будет еще дальше отдаляться от Торы. И рабай говорит, ты знаешь, я хочу помолиться за твою собаку. Твою собаку зовут Тяпа? Да. Вот здесь в книге написано, когда мы за кого-то молимся, надо сказать имя больного и имя его мамы. Вот эта собака Тяпа, его маму как звали? Ей говорит, я не знаю, иди, говорит, узнай, выясни, как его маму зовут, потому что эта молитва не сработает, Бен Соро не можешь сказать. Когда человек умирает или болеет, человек, они говорят, Бен Соро, да? А эта, говорит, собака, как ты можешь Бен Соро сказать, не дай Бог? Иди, узнай, как маму его звали. Пока он пошел, выяснял и искал, как его маму звали эту собаку, эту собаку уже что? А дышали с Роей. Можно ли сказать благословение Даяна имеет, если у вас домашнее животное погибло, или нельзя, говорит, это Даяна имеет. Если человек, он потерял большие деньги, он потерял много-много денег, или у него кто-то умер, он может сказать Даяна имеет. А если он узнал, что его животное, оно сдохло, может ли он сказать Даяна имеет, или нет? Написано в книге Биура Аллаха, глава 222, если человек узнал, что его вино прокисло, у него много-много бочек вина испортилось, он потерял большой ущерб, иншуранс нету раньше. Раньше иншуранс не был. Ни на дом, ни на осла не было иншуранс. Потеряли, до свидания, все. Его вино прокисло, или он, например, его имущество сгорело, или его животные погибли. Любой вещь, которой человек, он страдает, он имеет право что сделать? Он имеет право сказать благословение Даяна имеет. Смотрите, вот. Здесь тоже семья может сказать Шиахиону, что умерла собака. Ошибка. Шиахиону нет, Даяна имеет. В книге опечатков, вместо того, чтобы Даяна имеет, Шиахиону написали. Понимаете? Семья может сказать Шиахиону, что умерла собака. Не после годовщины Шиахиону, да? Ошибка здесь. Шиахиону нет, Даяна имеет должны были написаны. Ошибка. Даяна имеет. Когда написано, что надо сказать, что Даяна имеет, если у вас коровы умерли или бараны, это потому, что вы потеряли деньги. Эта корова вам давала молоко, она рожала другие коровы, которые вы продавали, мясо имели. Но здесь собака сдохла, они деньги не теряют. И если эта собака, она народит других собак, эти собаки нельзя продавать, эти деньги барахон не имеют, Бог не любит это. Просто они скучают по этой собаке, они очень ее ласкали, лелеяли. Все, не надо говорить, благословение Даяна имеет на то, что человек потерял домашнее животное. У нас попугаи были, мой попугай тоже погиб. Это было много лет назад, мне было очень больно. Когда человек привязан к этому животному, он кормит, как бебечка его становится, как его ребенок. Поэтому насчет собаки не надо говорить Даяна иметь. Собака предназначена для того, чтобы охранять своего хозяина. Собака предназначена, чтобы слепой человек, собака его сопровождала. Вот. Один слепой человек, его собака умерла, и у него было очень-очень, ему было больно. И он сказал, могу ли я сказать Даяна иметь? Но так как для этого человека собака, она его охраняет, она заменяет сторожа, которому надо платить, и поэтому возможно, что слепому человеку можно будет сказать, что Даяна иметь, если его собака, она сдохла. Дальше идем. Человек написал, я не люблю насчет животных говорить так много, но это мы идем по теме. Маосея Аяба Адам Яшиш. Один пожилой человек, Боудо Нам Эчнато Парцалев, это Срефавето. Когда он спал, у него дома произошел пожар, что его покрывало уже начало гореть. Этот человек, он очень-очень-очень сильно спал. Есть такие люди, их очень трудно разбудить. Есть люди, которые малейший шорох, они проспаются. Мой ребенок, он очень быстро проспался, вот сейчас самолет летит, сразу он проспался. И потом мы купили такую вещь, называется white noise. У кого и кто меня слушает, если у вас дети маленький, год, три месяца, шесть месяцев, полтора, купите white noise machine. Noise machine стоит 20 долларов. Можете на Amazon купить, или на eBay, там разные звуки есть, вот так он шумит. И все то, что на улице шумно, ничего вы не слышите. Самолет пролетает, или у вас гайвы, много машины едут. Понимаете? Он очень-очень все заглушает. Вот этот шум, который один и тот же. Там есть шум сердцебиения, там есть звуки насчет моря, это волны. Это ребенок спокойно спит и не просыпается, когда на улице кто-то шумит, кто-то мусор бросает громко, железный, там урна у вас есть. И ребенок не просыпается, он спокойно спит. Это называется white noise machine, noise maker. Когда он спит или все время? Когда он спит. Когда он спит. Итак, этот человек, он очень-очень глубоко спал, и он не знал, что у него дома пожар. И он чуть не умер. А кто? Собака его, она взяла это покрывало и стала громко-громко-громко лаять. И что она стала будить своего хозяина, и на самом деле этот старик, он выбежал, и позвали пожарников, и эта собака спасла своего хозяина, старика. Прошло несколько месяцев, этот старик, уже время пришло, чтобы он покинул этот мир. Когда открыли его завещание, здесь было написано, что этот человек написал завещание, что я должен 20 тысяч, я уделяю моей собаке, которая спасла мне жизнь. Напоминает нам одного известного певца, не помните, да? который своей кошке оставил, кажется, да? Что надо делать с таким, как говорится, завещанием, что человек обещал, он говорит, 20 тысяч моих я хочу дать собаке. Что надо делать? Кормить ее, или купать, то есть купать. Что надо делать? Шиге, шейля, музарал, шульхану, когда этот странный вопрос дошел до рабая, он очень тщательно стал проверять. И мы всегда смотрим одинаковые кейсы, ну-ка, это подходит к этому или нет. Потому что каждый раз появляются новые вопросы, которые никогда никто не задавал, новые. Если человек сказал своему другу, я тебе и твоему животному, твоему ослу приобретаю мои вещи, я хочу подарить себе и твоему животному мои вещи, если он сказал, что я вам дарю и вашему животному мои вещи, что надо делать? Ваше животное имеет процент от этого или нет? Равнахман говорит, что вы купили только половину его имущества, потому что осел не может приобретать. За то, что он сказал, что ты и твой осел приобретают мои имущества, вы от этого ничего не теряете полностью, вы половину получаете. Равгамнуна говорит, что это не считается, вы ни копейки не получаете, потому что так как животное не может приобретать, вы тоже не можете приобретать, поэтому вы ни копейки не получаете. Получаете, Равшейшид говорит, что все принадлежит вам. Почему? Потому что половину вы приобрели, половину приобрел ваш осел, и все то, что вашему ослу принадлежит, кому принадлежит? Вам. Поэтому Равшейшид говорит, что все принадлежит вам. И это то, что он сказал, это надо исполнять, если это человек сказал. Теперь закон идет по мнению Равнахман, что он что говорит? что вы приобретаете половина равнахман в этом из этих трех рабаев мы идем по мнению равнахмана который говорит что вы половина приобретаете теперь собака или осел насчет этого одно и то же это животное и это животное немца и фуши а келли локана кулону не старых лакамит матната нефтар крапешки но болты шикабель мексель минас холм это шарикаблю юрша мануах значит в этом случае собака она ничего не получает по закону и амин и это химана фаса давали циррум от аулам очень мы видим среди неевреев что они оставляют наследство собакам или кошкам и они блага они как говорят хотят погадать свою любовь к этому животному и потом они эти деньги используют чтобы эту собаку помыть чтобы ее постричь чтобы да чтобы за ней ухаживают покупать ей очень вкусные вещи для собаки или например наедать хорошенькое место где она будет жить поэтому возможно что мы эти деньги должны использовать чтобы собаке сделать все удобства или а я хаумер а еще окно ой за кой так или на кирилла марвел клюм так как он сказал дайте эти деньги собаки поэтому надо что сделать надо исполнить его желание и надо использовать эти деньги чтобы ухаживать за этим домашним животным у животных тоже если есть душа называется нефиш очень редко бог может взять человека занести в душу внутри собаки если он говорил лошонара если он злословил то или он заходит внутри камней и пока этот камень не будут использовать чтобы синагогу построить или какой ему толк у этот человек бог ему не простит а это может быть иногда миллион лет пройдет или бог может занести в его душу собаки и это очень и очень больно что он сам знает что он был человек и он сейчас находится внутри собаки но это очень редко да тоже всем вам хорошего дня мы на этом завершили баруха аддонай леолам амен ва-мен р. хананья бен-на-хаши אומר р. хадош барху ла-закот иди-исраэль ла-фиках херба ла-эн-тора мецввот шнэ-мар а-донай хафец ламан ситко ягдил тора и ядер хадиш али-исраэль донай шнэ-мак đi-исраэль к в Tongв age вы б 나� adoption якśmy давайте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok